Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пеков в студии. И вот уже 31 мая пролетел, как совершенно, как будто бы незаметно, как хорова языком слезала, и холодный, такой какой там, честно говоря, не очень радующий. Каким будет июнь? Мы пытаемся вот как-то заглянуть в это грядущее. И поможет нам в этих прогнозах астропсихолог Наталья Бушурова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Чем все-таки порадует нас, будем надеяться, что порадует июнь? Какие тренды, какие тенденции, какие вот, может быть, я не знаю, опасные даты, наиболее удачливые даты? Вот с точки зрения астрологии. Ну, к сожалению, не смогу ничего рассказать о прогнозе погоды. Здесь власти моей никакой нет и влияния. Тоже очень хочется Солнца. Ну, а про звезды, про планеты постараюсь что-то прояснить. Начинаем месяц мы на Новолунии. У нас состоялась Новолуния вчера, 30-го числа. Новолуния состоялась в знаке близнецов. Очень такой веселый, подвижный, энергичный знак, очень общительный. То есть поощряется общение, контактность, взаимодействие, знакомство, встречи, поездки. И это настроение всего месяца. Если мы говорим об основном настроении месяца, то это вот контакты, поездки, взаимодействие, знакомство, образование, подписание, то есть решение каких-то бумажных дел. Но есть одно но. За день до Новолуния, наверное, если я сейчас не ошибаюсь, может быть, за два. Я сейчас уже тоже чуть-чуть в датах могу потеряться. У нас состоялось соединение таких двух планет, как Марс и Юпитер в знаке Овна. В очень воинственном знаке, в очень агрессивном знаке, в очень напористом знаке, в очень спортивном знаке, активном. И если мы говорим о позитивных, скажем так, рекомендациях или позитивных настроениях, то, конечно, подобное соединение поддерживает всех тех, кто готов начинать, что бы то ни было. Кто готов брать на себя инициативу, кто готов действовать, кто готов во что-то новое вовлекаться. Овен у нас — это первый знак зодиакального круга. Поэтому настроение месяца ещё таково, что поощряется начало, запуск, инициативность, лидерство, активность. То есть сидеть в состоянии зависания, ожидания какого-то лучшего момента, более удобного случая — это не тот вариант. Но! Ещё одно но! Меркурий у нас ретроградный до 4 июня, поэтому до 4 июня мы пока не начинаем. С 4 июня можно начинать. Прекрасно. То есть если есть какие-то планы, если есть уже что-то готовое к открытию, то с 4 июня — это самое удобное время для того, чтобы действовать. Хорошо. Да, встать и идти. Лучше даже не просто. Если идти, то в быстром темпе, а лучше бежать. Но у нас Овен ещё очень воинственный товарищ. То есть его негативные стороны, у всех знаков есть и позитивные, есть и негативные проявления. То это агрессия, это воинственность, это дерзость, это наглость, это напористость абсолютно не к месту. Это, конечно, конкуренция, безусловно. То есть мы должны быть готовы к тому, что это месяц, который будет нас вовлекать в ситуации конкурентной борьбы. То есть надо быть готовым к тому, чтобы расталкивать локтями других желающих. Ну, тут выбор уже за каждым из нас. Будем мы в это вовлекаться? Готовы ли мы вообще пойти абсолютно на всё ради того, чтобы занять какую-то позицию? Готовы ли мы действительно расталкивать локтями? Ну, не знаю. Кстати говоря, ведь Овен, вот эта его дерзость и такая агрессия, надо быть очень осторожными, во-первых, на дороге, безусловно, потому что вот эти все настроения, они будут повсеместно. На работе, дома, на дороге, на транспорте. И надо быть внимательными, особенно первые половины месяца, с острым колющим, режущим, стреляющим, искрящимся и воспламеняющимся. Это стихия огня, очень активная стихия огня, поэтому не оставляем без присмотра утюги, плойки и что там ещё у нас есть. Но это первая половина. То есть я к тому, что Лига с его шашлыками, с всевозможными кострами, оно должно пройти как-то более... Ну, то есть эта тенденция травмы огня спадает? Ну, хотелось бы вам... Ну, в общем, да, чуть-чуть пойдёт на спад. Но вот этот Марс в знаке Овна, а Марс у нас это планета действия, инициатив, активности, в течение всего месяца будет находиться в знаке Овна. То есть имеет максимальную силу. Значит, вот эти острые ситуации, настроения острых ситуаций, обострения ситуаций, сохраниться в течение всего июня. Но вблизи Лига у нас, в общем-то, неплохие аспекты планетарные, неплохие планетарные встречи. Я надеюсь, что ума у нас хватит. Правда, у нас там близнецовский Меркурий, он такой, с одной стороны, очень умненький, с другой стороны, может быть, легкомысленный. Хорошо, если здравость мы сохраним и не ленимся прыгать через костёр, не подумав о защите. Огнетушитель всё равно лучше рядом держать, друзья. Ну да. Как раз я к тому, что Лига – это же всегда какие-то излишества, это шумные большие компании, которые собираются, то есть повод выехать куда-то на природу. Вот с этим что связано? То есть насколько стоит ли отдаваться безудержно вот этой стихии или стоит, может быть, провести Лига более в спокойной обстановке? Ну то есть вот какие здесь тенденции? Безудержно – это плохое слово для июня месяца. Ну то есть оно хорошее, но опять же, с каким посылом и в каком направлении это безудержность? Если в спорт, если в бизнес, если в любовь, вообще замечательно. То есть вот этот вот девиз «Занимаемся любовью, а не войной» это абсолютно вот Марс в овне – это июнь. Вот лучше туда. Что касается излишеств. У нас с 24-го как раз июня такая планета, как Нептун, она замедляется, то есть входит в свою статичную фазу. А Нептун у нас находится уже давно в знаке рыб. Вот Нептун в знаке рыб, если мы про излишества, а какие у нас излишества в основном на Лиго – это пиво и всё сопутствующее, сопутствующие товары. Вот с излишествами надо быть очень внимательными и осторожными. У нас Нептун потом начнёт уже к концу месяца своё ретроградное движение и будет это до декабря продолжаться. И вот здесь есть опасность того, что у нас не будет достаточно адекватной оценки, чтобы видеть вот эту меру, меру любых излишеств. Меру излишеств в плане алкоголя, меру тоске, грусти, печали, уединения. То есть опять наступит тот момент, когда надо послеживать за теми, кто слишком долго сидит в уединении. Потому что это может быть уже таким звоночком о том, что человека пора вытаскивать из этого состояния. Плюс вот этот Нептун на несколько месяцев ближайших может вернуть нас к той не очень приятной, мягко говоря, для нас теме – вирусы. Ой. А каким образом, что это значит, что в июне вернётся тема коронавируса? Ну, потихонечку она начнёт раскачиваться, видимо. Ну, я допускаю, да, я же не могу гарантировать. То есть потихонечку-потихонечку это пойдёт, и к осени это достигнет пика своего. То есть вот особенно октябрь, ноябрь, у нас там впереди пиковые состояния. Могут быть. Я здесь всегда вот могут быть. Возможные осадки, да, я как синоптик в данном случае. Ещё один очень важный момент июня, который бы я хотела озвучить. У нас с первого числа такая планета, как Сатурн, тоже замирает перед разворотом, перед ретроградным движением. Она начинает своё ретроградное движение с 4 июня. И будет ретроградным до 23 октября. Здесь всегда очень важный момент. В какую точку нас возвращает ретроградная планета? Ведь она нас туда как бы возвращает, в некое прошлое, для того, чтобы мы имели возможность пересмотра вот тех ситуаций, запуск которым мы дали вот в той точке. И этот ретроградный Сатурн ведёт нас в 20 числа февраля. Я с надеждой смотрю на влияние этой планеты, потому что Сатурн — это законы, Сатурн — это правила, Сатурн — это управленцы, это администрация, это чиновники, это руководители. И это хорошая возможность для всех них пересмотреть всё то, что они напринимали в конце февраля. Вот обычно всегда, когда говорят ретроградный, это как бы символ чего-то нехорошего, негативного. А здесь получается, что это не обязательно так, и может, наоборот, это шанс что-то исправить из прошлого. Это не совсем верная трактовка ретроградности любой планеты, давать негативную оценку. Почему? Потому что, с одной стороны, ретроградность даёт замедление каких-то тем, с другой стороны, ретроградность из позитивных моментов, она даёт возможность проработки какого-то вопроса, более глубокого погружения в эту тему. Поэтому здесь это будет период, когда будут пересматриваться законы, пересматриваться правила. За эти, там, сколько, четыре месяца может быть немалое количество увольнений, то есть будут сниматься какие-то чиновники, какие-то управленцы. Кто-то из этих управленцев, может быть, идёт в глубокое подполье, я не знаю, залезет в бункер, как вариант. Может быть, какие-то профессии вообще потеряют свою актуальность полностью. Если не профессии, то именно должности. Ну, то есть, младший помощник старшего дворника, возможно, уже будет не нужен. Останется только старший помощник у дворника. А вот пересмотр законов и правил, это касается только каких-то действительно управлений государственного или это может касаться простой жизни, условно говоря, правила жизни. Вот я пересматриваю какие-то свои правила, в котором мы живём. Однозначно, однозначно, потому что если мы отойдём чуть в сторону от дел крупной величины и от больших масштабов, то для каждого из нас это пересмотр наших правил и пересмотр наших целей. Сатурн — это ещё наши цели. Мы имеем на это право. Не нужно быть заложником того, что мы когда-то там для себя приняли, что только так и никак по-другому. От этого потом болезни разные могут быть. Конечно, мы имеем эту возможность, шанс нам это даётся, пересмотр своих личных персональных правил, установок, целей. Пожалуйста, да. Июнь, начало лета, как правило, это, в принципе, время каких-то всевозможных вечеринок, тусовок, ну вот и лига, и много других. Что вот с любовной, ну то есть вот насколько любовные отношения можно заводить? Это время и свадеб, кстати, очень. Ну вот стоит ли, когда лучше спланировать свадьбу? Как относиться к тому, что какие-то, ну вот могут быть, ну знакомства, увлечения? Насколько, в какой период это вызовет, может быть, разочарование? Или, может быть, это слишком мы теряем голову, слишком поспешно действуем, а нужно вот замедлить? Ну, куча вопросов, вот всё-всё по любовным делам. Наталья, расскажите про любовь, в общем, обобщи это всё. Да, за любовь у нас ответственна планета Венера, и до 24 июня Венера будет в земном знаке находиться, в знаке Телеца, где она имеет максимальную силу. Территория земных знаков даёт нам крепость, устойчивость, надёжность, долговременность отношений. Поэтому в связи с этим до 24 июня сохранится возможность строить отношения надолго, строить отношения крепкие, влюбиться крепко и основательно. Поэтому если в наши планы, в планы кого-то из нас не входят в подобные отношения, то лучше из дома, конечно, не выходить, потому что опасно втюхаться на долгие-долгие годы. Вот после 24-го или начиная с 24-го Венера войдёт в знак Близнецов. Там она становится очень такой легкомысленной, очень такой флиртующей и, соответственно, поощряет нас кокетство, флирт, заигрывание, лёгкость в отношениях. И отношения будут завязываться в большей степени на какой-то идеологической основе. То есть отношения будут завязываться тогда, когда нам будет о чём поговорить, когда нам друг с другом будет легко. Вот таким образом. Поэтому и ищем единомышленников, находим единомышленников, начиная с 24-го. И тогда вот в дружеских компаниях, в приятельских, кстати, это опять лига. Вот, пожалуйста, какая атмосфера будет у нас на лигу. Вот в какой-то приятельской, дружеской компании очень легко влюбиться. Если вот мы говорим уже про тех, кто влюбился, вот свадьбы играть, хорошо ли в июне? И есть ли какие-то, не знаю, более благоприятные даты, менее благоприятные даты? Ой, ну хорошо играть, на самом деле, свадьбы в июне. Вообще хорошо играть свадьбы, это хорошая затея. Пока Венера в Тельце, соответственно, это вообще, ну, такой, как хорошая основа очень заложится и финансовая. То есть потенциал у такой пары будет очень такой финансово, имущественно стабильный. Богато будут жить, хорошо, сытно. Я хочу вот что сказать. Вокруг полнолуния у нас там будет, пока есть ещё время, я чуть перескажу с темой любви, потому что нужно и предупредить, да? Да. Всё так хорошо, всё так красиво. Давайте немножко ложку дёгтя небольшую. Вокруг полнолуния. Полнолуние у нас состоится 14 июня. И даты, вот, ну, давайте, ладно, с 12-го и до 19-го включительно. Вот это неделя. Нужно быть внимательными и осторожными. Во-первых, полнолуние, как всегда, у нас накаляет, высвечивает, обостряет состояние тревожности. Ну, конечно, не для всех. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Здесь всегда нужно оговариваться, но тем не менее. Это не только мои наблюдения, это наблюдения многих разных других людей, специалистов. Да, то есть здесь может быть очень конфликтный период, взрывоопасный период, особенно в преддверии полнолуния. То есть это 12-е, 13-е, 14-е число. Да, то есть это полнолуние, мы должны как бы так быть настороже, опасаться немножко. Неделю берём, да. Вот здесь берём неделю. Насторожи очень внимательные, там, с электроприборами. Если в быту, то это электроприборы, какие-то машины, механизмы. Вообще в словах, то есть развязывание конфликта очень легко может происходить. То есть это накал какого-то конфликта может очень легко произойти. Но, например, того же 11-го числа, у нас будет 10-го, 11-го числа, у нас будет шикарная возможность закрепить какие-то договорённости. Потому что у нас там прекраснейший аспект Меркурия и Плутона. То есть это такой классный, то есть можно провести совершенно чудесные переговоры, можно оформлять документы, сделки какие-то осуществлять, встречаться, знакомиться. Здесь очень-очень прекрасный период, 10-е, 11-е. То есть будет возможность примирения на любом уровне. Но потом будет возможность, конечно, довести некое напряжение до пика. Со здоровьем. Ну вот мы как бы так скользко касались. Есть ли какие-то даты особенно благоприятные, неблагоприятные, предположим, для того, чтобы проводить обследование, обращаться к врачу, проводить операции или какие-то такие вот вещи, связанные со здоровьем? Ну, со здоровьем. Если по поводу операций, здесь всегда стоит пользоваться несколькими стандартными правилами. То есть, конечно, у всего есть нюансы. Если вы очень хотите серьезно подойти к этому вопросу, планируете операцию заблаговременно, то лучше просчитать заранее, исходя из своего персонального гороскопа. Но какие общие рекомендации работают? Лучше не делать никогда операцию вблизи полнолуния, тем более затмений, это однозначно. Если наша операция нацелена на то, чтобы что-то у нас прибавилось, то лучше делать на растущую луну. Если мы хотим от чего-то в результате операции избавиться, то лучше это делать на убывающую луну. Вокруг полнолуния, вблизи полнолуния, но лучше несколько дней не брать для операции. Это такое общее правило. Есть, конечно, еще масса нюансов, но это вот то, что я всегда и своим клиентам говорю, чтобы просто запомнили. Так что вы меня сейчас спросили, Олег? Я, собственно говоря, вот про здоровье, какие мы можем лучше, хуже себя чувствовать. Ну, печень, конечно же, побережем, особенно вблизи Лигуа. Ну, тут можно и без иронии. Вечень действительно бережем. Уже не первый месяц мы ее бережем. Щитовидная железа, да. Нервозность, вообще нервную систему бережем. Вот эта нервозность, тревожность. Чем ближе к полнолунию будем приближаться, тем интенсивнее это будет, потому что у нас опять активен знак водолея, у нас активен уран, а это наша нервная система. Сосудистая, конечно, тоже, если есть проблемы с сосудами. Ну, какие-то просто, я не знаю, там профилактические меры. Люди знают, что нужно делать, какие-то, может быть, лекарства принимать и так далее, и так далее. То есть вот здесь, ну, вот это, наверное, основные. А, да. И под влиянием вот этого Нептуна, который начнет сначала притормозить, а потом пойдет в ретроградное движение. Здесь могут возвращаться наши обиды, страхи, всякие тайны и недомогания. Кстати, с водой, жидкостями и химией, вот на этом развороте, начиная с 24 июня, я бы тоже рекомендовала быть осторожными. Ну, то есть вот погуляли, выпили, не кидаться так вот прямо в шумные компании, в воду. То есть стараться, чтобы... Подводя итоги, получается в целом такой месяц достаточно успешный для тех, кто хочет что-то сделать. То есть я понимаю, что для людей инициативных, для людей, которые хотят что-то запустить, изменить свои жизни, какие-то реализовать проекты, это месяц удачный. Если вот, ну, там не считать полнолуния, то, в принципе, можно начинать с 4-го числа. Да, мы говорили о том, что до 4-го Марс и Юпитер в Овне находятся. Таким образом... До 4-го у нас эритрограммный Меркурий. Вот Меркурий, вот Меркурий. Да, да. Что же, здорово, спасибо огромное. То есть, получается, вдохновились, получили рекомендации, получили направления. Наталья Бушурова, астропсихолог с прогнозами на июнь месяц. Спасибо огромное, Наталья. Спасибо. Счастливо. Счастливо. До свидания. Радио Болткома.